Это семейная история. Я из семьи врачебной, у меня отец хирург, у меня мама врачина, кардиолог, у меня старший брат хирург. Ну и я, собственно, пошел по этим же стопам. Довольно сложно, на самом деле, когда ты растешь в такой семье, довольно сложно представить себе, что есть еще мир за пределами медицины. И поэтому, когда у тебя дома разговор об одном и том же, когда дома обсуждаются какие-то пациенты и так далее, для тебя это становится просто частью жизни. Поэтому, да, выбор был сделан в возрасте десяти, наверное. Сделан выбор, когда я пошел врач. Как выполнить операцию идеаль. Ощущение победы. Вот это то, что драйвит. Конечно. На начальных этапах, безусловно, потому что это тяжелый путь. Все доктора это знают, и он тяжел, особенно поначалу. Потом, когда ты набираешься опыта, потом, когда у тебя начинает все хорошо получаться, потом становится все немножечко по-другому, и все чаще и чаще у тебя появляется то самое ощущение победы, ради которой мы тут себе работаем, ощущение спасенных жизней. Но поначалу тяжело, да, и были мысли, неоднократно были мысли о том, что зачем мне все это надо, и не пойти ли мне заняться чем-то еще. Вся эта история всегда, сколько бы она ни повторялась, вся эта история всегда заканчивалась поступлением какого-нибудь очередного тяжелого пациента, у которого все получалось, и ты понимаешь, что нет, никуда ты не уйдешь. Илона Маска. Потому что это человек, который делает вещи, считавшиеся невозможными, причем я так думаю, что даже для него самого. Способностью видеть сквозь ткани. Не сквозь стены, а сквозь ткань. Это не простой вопрос, на самом деле. Я думаю, что название у нее было бы очень короткое, название бы это было «Путь». Он достаточно давно произошел уже, я его отчетливо помню. Это был случай, когда мы не смогли спасти пациента с молниеносной формой панкреонекроза. Это было после Нового года, и для меня этот случай до сих пор очень много значит, и я его помню. Без общения с пациентами либо тех, которых уже прооперировал, у них какие-то вопросы по послеоперационному периоду, либо кого еще только буду оперировать, и у них какие-то вопросы по предстоящим операциям, подготовке и так далее. Два месяца назад – это потеря близкого человека брата. Не сумеете, что не хватит знаний, не хватит умений выйти из какой-то сложной операционной ситуации. Их на самом деле два. Один – тропический остров, на котором удается бывать редко, а второй – это горы в моем родном Кисловодске. Там есть одно место, где я себя чувствую безопасно и мне там хорошо. Идти вперед, чтобы все были здоровы, чтобы все получалось. Их сочетание. Наверное, это не мысль. Это правило. Самое мудрое, что я слышал – это правило Паретта – 80 на 20. Оно абсолютно универсальное и всегда работает. 80% успеха обусловлен 20% твоих усилий.